Добрый день, уважаемые астраханцы! Ни для кого не является секретом, что городские власти планомерно и целенаправленно уничтожают электротранспорт нашего города. Так, 10 лет назад был закрыт астраханский трамвай, который пользовался популярностью у населения нашего города. Взамен него нам обещали развивать троллейбусную сеть, обновлять подвижной состав, создать новые троллейбусные маршруты. Но все это осталось на фоне пустых обещаний. В этом году, в ноябре этого года, был закрыт астраханский троллейбус. В результате недофинансирования со стороны городской администрации и бездарного руководства, мы пришли к тому, что город остался без муниципального социального электротранспорта. Я, конечно, понимаю, что участие в населении, есть такая святая вера, что можно обратиться к Владимиру Владимировичу, и он, по-моему, на меня там палочку вошел. Нам поможет, он обязательно. Он говорит, город без муниципального, это не город, а деревня. А администрация только деньги ворует. Он все время по телевидению это говорит. А когда трамваи вы закрыли, рельсы, трамваи сюда ушли. Вы почему не поддерживали трамвай? Я трамваи не закрывал, я вам рассказал. Я работаю на работу сегодня. Вы вообще ничего не закрывали. Рельсов сколько? Если бы вы поддерживали трамвай, то у нас бы трамвай был золотой. А все ушло, неизвестно куда. Поэтому мы располагали. Мне важен тот трамвай. Если бы он был золотой. Мы не удалим его полностью. Я знаю, что у троллейбуса не было. Вы на самом деле жилки. Жилки, а где жилки? Он нам обещал платить новых троллейбусов, когда Путину пришло письмо. Я еще наступила, Анна Николаевна. Я обращаюсь к астраханцам и хочу, чтобы они активно взялись за общественный транспорт. Потому что мы единственный город в России, в котором нет городского транспорта. Если даже будет какая-то чрезвычайная ситуация, то астраханцы вас просто частники бросят. Никто не будет ни эвакуировать вас, ни помогать. Поэтому будьте бдительны. Помогайте активистам. Давайте подписы. Сами активно работайте за городской общественный транспорт. Сами активно работайте за городской общественной транспорт. Я хочу переказать, а вы как привезли в туалет и слышите, как вы ездите. Посмотрите, как вы едете. Троллейбус последователь хромчалка, а маршруты едят ниже, чем 5 км в час. Вы удивитесь, что я на троллейбусы езжу иногда. Где вы ездите? Если бы вы ездили, вы бы узнали. Посмотрите, черный диск, который идет от этих часах. Убирайте газели. Администрация в собственной стране. Спасибо вам. Если вы назовете какие маршрутки в собственную администрацию, не забывайте. Вы перестаньте, ради Бога, все. Разговоры это не могу. Вы перестанете. Вы хотите нам конкретно сказать, что вы нас подожили, но вы сами говорите. Попа, идите гуляйте на улицу. Перестаньте кричать, пожалуйста. Я тоже радуюсь. Так, Владимир Владимирович, вы вот говорили. Нравится мне ваше выражение, когда вы говорите, нужно мочить. Вот, пожалуйста, нашего Султанова, Агабекова, Поломордвинова, Александра Александровича Жилкина, Дорофеева его поможет. И всех таких, кто позарился вот на эти троллейбусы, помочите их, пожалуйста. Это любимое наше выражение от вас получено. Степанова Мария Сергеевна, Астрахань, город Астрахань, работавшая раньше в троллейбусном и сейчас пенсионерка. Мне 77 лет. Если этих решений не будет, еще раз говорю, только не называйте меня там похоронщиком или поломордвином, что там параллеву загубили и все остальное. Если этого не произойдет, вот этих решений не принято, не будет их принято, ваша судьба совершенно непонятна. Непонятно в каком смысле. Она совершенно понятна. У вас есть имущество, никто вас сегодня отнимает. Есть трудовое законодательство, пенсионеров идут на пенсию, все остальные пойдут по сокращению. По сокращению, по три месяца вам будут. Учитывая, что это будет массовое сокращение, это за три месяца вас должны предупредить, вам должны платить заработную плату, потом еще два месяца вам платить зарплату, это сокращение. До Нового года как раз эта процедура и пройдет. Это в самом лучшем варианте. Отвечте мне на три вопроса. И последнее, если можно, да? У вас есть опоры, на которых контактные сети. Я прошу уже выговорить, что потом уже буду только на ваши вопросы отвечать. Эти опоры вам приносят какой-то большой-небольшой доход, какой-то приносят. Они там в аренду что-то вы там сдаете, какая-то кабеля какие-то там висят, или там сверки какие-то висят. Это имущество, если ваше предприятие будет расходиться. Контактная сеть будет сниматься, наверное, и вами будет там продаваться. Подстанции ваши, которые, сказать, на них мощно заведенная камерная линия есть, они у нас будут в горы электросеть. Столбы опоры освещения, в горы свет. Территория будет тогда продаваться. Вашим же предприятиям для того, чтобы рассчитаться с вами, чтобы у вас не было доложенцев по зарплатам, по самотанам. Вот частую с вами рассчитаться, я просто говорю, что все основания и имущества достаточно, для того, чтобы никто из вас не остался как бы с долгами по зарплате, по выплатам. Мы, работники троллейбусного парка, обращаемся к городской администрации. Когда вы отдадите нам положенные все выплаты? Сократить нас сократили, а выплатить деньги забыли. Почему мы и наши семьи должны сидеть без денег? Мы только думаем, на что купить хлеб и ходим везде пешком. Проводилась статистика по поводу автобуса в большой вместимости, который ездит на газомоторном топливе, который ездит на дизельном топливе. Вот один такой автобус загрязняет атмосферу за год своего движения, при условии того, что он катается каждый день, как 6,5 тысяч автомобилей легковых частных. Разницу чувствуете? А троллейбусы не делают никаких выхлопов. Понятное дело, что вот тут информация есть по поводу электробусов, что электробусы на самом деле на сегодняшний день очень сырая технология. И вы прекрасно, если посмотрите в интернете, информации огромный объем. Сегодня есть на свободном ходу, на холостом, грубо говоря, такие троллейбусы, которые половину своего маршрута идут по линиям, и потом за счет того, что они заряжают свою батарею, могут порядка 60 километров проехать без линий. Эти троллейбусы есть, но это троллейбусы, это не электробусы. А вот чисто в виде электробусы сегодня не ходят, и я скажу вам то, что в Китае только разработки ведутся, которые опытные. И они, во-первых, мало того, что мало используются, во-вторых, они еще очень дорогие. Все правильно говорить в использовании. Один электробус сейчас стоит порядка 20 миллионов рублей, когда троллейбус стоит от 5 миллионов рублей. Разница существенная, учитывая то, что они не перевозят, скажем так, больше пассажиров, по размерам одинаковые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Верните троллейбусы на улице города Астрахань! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова